Дорогие друзья, наш эфир утренний продолжается. Как и обещали, в студии появилась Наталья Бибикова. Наша осень традиционно в Беларуси театрально-культурно-фестивальная продолжается. Очень много событий. И вот какие же события произошли и произойдут дальше в нашей стране, нам Наташа сейчас расскажет. Доброе утро. Доброе утро, Надя, Глеб. Действительно событий очень много, но я хочу заострить ваше внимание на одном дне, на воскресенье. Доброе утро нашим самым ранним зрителям и доброе утро зрителям, преданным искусству. Открываем календарь и делаем пометки о том, куда можно сходить за эмоциональным впечатлением в ближайшее воскресенье. И про телефоны не забудьте, потому что сегодня, как всегда, я приготовила для вас подарок. И это будут билеты на спектакль с нашим дорогим блистательным коллегой и другом, телеведущим и певцом Денисом Дудинским в главной роли. Современный художественный театр 18 ноября в воскресенье приглашает всех на спектакль «Дракон» по Евгению Шварцу. Прекрасные девы, рыцари, драконы – традиционный комплект для сказочной истории. Но в какой-то момент фантазия превращается в несказку. Именно так определили жанр новой постановки современного художественного театра и ее создатели. К философской пьесе-притче Евгения Шварца «Дракон» Владимир Шаков присматривался давно. Но когда концепция спектакля окончательно вызрела в голове режиссера, подобрался состав артистов. И мой вопрос звучит так. Кого в спектакле под названием «Дракон» играет Денис Дудинский? Проще не придумаешь, но всякое бывает, что у вас родится в голове. Ждем ваших звонков по номеру 211-76-45. А я в это время хочу рассказать о еще двух спектаклях, которые могут привлечь ваше внимание в воскресенье. Национальный академический драматический театр имени Максима Горького ждет вас на показе художественного вымысла о судьбе одного из самых богатых и влиятельных магнатов Великого княжества литовского Кароля Станислава Радзивилла Пани Каханку. Неординарная личность, значительная фигура в нашей истории. Властный жесткий магнат, у которого одалживали деньги короли, был влюблен в простую крестьянку и мечтал научить белорусов летать. Спектакль был поставлен Сергеем Ковальчиком 8 лет назад, специально на Ростислава Ивановича Янковского. Совершенно блистательно роль Пани Каханку исполнял Иван Иванович Мацкевич. Сейчас в образе Кароля Станислава Радзивилла на сцену выходит Валерий Шушкевич, а с ним золотой состав молодого поколения театра и народная артистка Беларуси Белла Масумян. Для зрителей Пани Каханку возможность не только поразмыслить о выдающейся личности в истории Беларуси, но и насладиться захватывающим действием, мастерски разыгранным актерами театра. А в театре-студии киноактера в этот же вечер вам предложат историю невероятной любви. Спектакль «Безымянная звезда» в постановке Александра Ефремова. История, которая произошла когда-то, но которая еще не раз может случиться. История яркой, огромной, таинственной, как августовское звездное небо любви. История обретения и потери. История Муны и Марина, встретившихся на одну ночь, которая открыла им так много, которая стала самой главной в их жизни. Валерия Орланова, Павел Харланчук-Ежаков, Юрий Баранов, Вера Полякова и многие другие замечательные актеры этой труппы ждут вас в воскресенье 18 ноября. Теперь же поприветствуем зрителя, который все знает о Денисе Дудинском. Доброе утро! Есть у нас звонок? Алло! Мы ждем звоночка. Доброе утро! Алло! Что-то, видимо, со звонком случилось. Не проходит, не проходит звонок. Наши редакторы говорят, что не проходит звоночек, какие-то у нас технические проблемы. Попробуем давайте еще разочек напомнить. Наташ, напомни. Вопрос, напоминаю, кого в театре, в современном художественном театре, в новой постановке, премьера, которая случилась буквально вот несколько недель назад, и в воскресенье 18 числа будет третий показ этой пьесы, дракон, кого в этом спектакле играет наш Денис Дудинский? А можно я отвечу и получу подарок? Давай, Глеб. А там два билета или один? А вот, Глеб, у нас есть звоночек. Есть звонок. Есть звонок. Доброе утро. Доброе утро. Как вас зовут? Меня зовут Ольга. Ольга, очень приятно. Давайте отвечать на вопрос, кого в драконе играет Дудинский? Денис Дудинский играет рыцаря Ланцелота. Правильно. Ну, кто же еще может быть Денис? Я думал, скажу, драконы играют там Дудинский. В этом и подвох. Нет, Денис Дудинский играет Ланцелота. Я думаю, что Владимир Ушаков просто точно попал с этой ролью. Я вас поздравляю, Ольга. Всем желаю отдыхать культурно. Спасибо, Наталья. Друзья, мы продолжаем.